Рисование на асфальте не просто развлечение во время прогулки, но и творчество. Это на своем примере доказали участники районного конкурса. Уже через несколько минут площадка перед Домом культуры села Куянова заиграла яркими красками. Более 20 юных художников от 7 до 11 лет разноцветными мелками создавали настоящие шедевры. Их объединяла тема «Моя семья». По итогам конкурса в числе лучших оказалась работа Илоны Янгличевой. Я принимала участие в конкурсе «Моя семья». Что нужно было сделать? Надо было нарисовать свою семью. Я изобразила, что моя семья держится за руки и как будто их фотографируют. У нас четверо человек. Мама, папа и брат. Наша семья очень дружная. Мы любим выходить на природу и играть. Неподалеку к своему выходу готовились участники ставшего традиционным парада колясок. Танкисты, летчик, диджей и медсестра, дюймовочка и даже Владимир Владимирович. Героев не счесть, как и фантазии у родителей. К примеру, Гульнаре Салемгореевой накануне пришлось изрядно потрудиться. Позвонили, сказали, вот завтра, а послезавтра будет конкурс, давайте участвуйте. Ну и так и решили. Как готовились? Как готовились? Готовились. Всю ночь готовились. Муж с работы пришел, вместе мастерили. Долго ли искали материал? Долго искала. Строительный позвонил, я говорю, у вас коробки есть? Они говорят, нету, нашла у себя в гараже. Вот, что еще надо тут? Клей, клей очень много ушло. Лошадка у нас тоже в гараже валялась. Все, само собой как-то получилось. Ну, самые главные герои, так понимаю. Самые главные герои, это наша мальчика, принцесска наша. Сколько вам годиков? Нам годик, год и два. Вот тоже участники, как вы оцениваете их работу? Я думаю, не знали ли они ранее, потому что за одну ночь все это сделать, у всех очень красиво. После того, как все участники представили транспортные средства, состоялось массовое шествие. В этом году участников рекордное количество, кортеж составил 16 экипажей. Агрегат в стиле избушки на курьих ножках вызвал всеобщий восторг. Порадовали жители и образы Бабы-Яги, представительницы прекрасного пола семьи Фараховых. Мои девочки, они очень любят сказки, а Бабы-Ягу уже давно все забыли практически, все смотрят мультики. Поэтому мы решили взять образ Бабы-Яги. Как долго готовили все костюмы? Сегодня ночь, потому что, когда я решила принять участие, сказали, мест нету. Вчера буквально девочка одна отказалась, и вот вместо нее нас взяли. Кто помогал с декорациями вообще? Муж там или кто? Бабушки. Бабушки. Бабушки, да. Девочки сами, сами красили акварелью. Какие потеряли эти корни? Поролон, картон, все. Сложно ли было делать? Времени мало было. А так нет, не сложно. Ну хорошо, как там вообще конкурс такой? Ну же зле. Интересно ли вокруг людей столько? Конечно, интересно. Детям интересно, нам самим. Итоги карнавального шествия не заставили долго ждать. Каждая семья была награждена дипломом, номинацией и памятным подарком. Продолжилось утро зажигательным флешмобом. Более полсотни ребят зарядили позитивом гостей мероприятия. Далее праздник переместился в здание многофункционального сельского дома культуры. Для желающих с пользой провести досуг работали площадки с мастер-классами. На пятачках можно было узнать секреты создания необычных украшений собственными руками, научиться правильно наносить макияж и мастерить памятную открытку или фоторамку. Семья – это близкие, родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Семья – самые главные в жизни для каждого из нас. Пусть в этот прекрасный майский день праздник придет в каждый дом. Здоровья вам, счастья, мира и благополучия. С праздником вас! В это время в зрительном зале первыми поздравлениями с Международным днем семьи принимали супружеские пары, прожившие в мире и согласии долгие годы. Читаха Бибрахмановых из Николы Березовки в этом году отметила изумрудную свадьбу. Розила Мирович и Тамара Ильинична уже более 55 лет идут по жизни рука об руку. Все было, конечно. Так не бывает гладко, чтобы все было хорошо. Было и все было. И ругались. И мирились. Ну что теперь? У нас бабушка говорила, жизнь это как дорога неровная. Кочки есть, ямки есть. Так вот мы и прожили. Нормально прожили. Я считаю, что было очень хорошо. Сначала было у нас две дочери. Ну, пять лет девочка у нас умерла. Потом родился сын. Вот теперь осталось двое детей. Какой секрет счастливой семейной жизни? Ой, слушаться мужа, уважать друг друга. Он уважал меня, я уважала его. Не знаю, у нас всегда было как-то такое. Мы при людях не ругались никогда. Уж если когда какие-то промолчим, он промолчит, я промолчу. А когда вдвоем остаемся, тогда уж... Что-то вот молодым хочется пожелать? Конечно, чтобы вот уважение самое главное. Да, да, да. Уважали друг друга, уважали своих родных. В этом году в республике проходил конкурс «Трудовая летопись». Принять участие в нем могли представители трудовых династий. Красногамский район представили Лилия Аюпова и Мафруза Зубаирова. У последний педагогический стаж семейной династии учителей составляет 83 года. Я сама педагог. Это отец. И это две дочери у меня работают. Они тоже педагоги. Работают в нашей Куяновской средней школе. Сколько у вас педагогический стаж? Кем вы работаете? Около 40. 39 лет и сколько-то месяцев, я уж точно не помню. Я начала работу учителем математики в Толщиновском районе. Потом уже, когда переехала, после меня остается сюда, в Куянова, уже начала работать в Куяновской начальной школе. Какие чертами должен обладать настоящий педагог? Во-первых, человек, если идет работать с детьми, он очень хорошо должен любить детей. Вот это самое главное. Наверное, у меня с рождения было, и до сих пор я люблю. Я люблю с ними общаться, с ними проводить какие-то занятия. Вот самое главное – любовь к детям. И учиться понимать их. И уметь ставить себя на их место, чтобы хорошо их понять и помочь им. Свои награды получили многодетные матери Краснокамского района. Медали «Материнская слава» удостоились четыре женщины. Среди них и Ольга Кузьмина, жительница деревни Опасева, счастливая обладательница сразу пяти дочерей. Я с детства мечтала и думала, что у меня будет большая почему-то семья. Поэтому пять девочек. А каждый раз, когда шли за ребенком, рассчитывали, что мальчик будет? Нет, почему-то вот это мы не думали. У нас кто будет, тот будет. А муж как отреагировал? А он рад. Рад. Он счастлив, что у него пятеро девочек. Ты самый старший сколько? Пятнадцать. И младший? Да, четыре. Вы рады ли сегодня, что вам вручают медаль «Материнская слава»? Это для вас, как для матери? Да, это очень для меня радость такая. И вот хотелось сказать слова благодарности, выразить большую благодарность главе администрации Краснокамского района, заместителю нашей администрации Никольского поселения, временно исполняющей обязанности Радю Хабирову за то, что выбрали именно нашу семью, поддержали и вручили медаль «Материнская слава». В этот день награды получили приемные семьи, молодые пары, у которых родилась двойня, и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Пяти парам официально вручили сертификат на материнский капитал. В ходе праздника прозвучало еще много теплых слов и поздравлений в адрес семей, которые достигли успехов в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова